Всем привет! Начинаем очередное путешествие по набережной, по нашей. Хочу вам показать Дом ученых, дворец великого князя Владимира Александровича. Ну, немножко истории. При Петре I в этот участок принадлежал контр-адмиралу Грибного флота, графу Ивана Федоровичу Боцесу. Это человек родился в Далмации. В то время Петр Великий набирал себе молодых боевых дворян, руководителей Грибного флота. Он поступил на русскую службу. Этот граф Боцес был назначен начальником Галерного флота. В 1705 году вместе с господином Брюсом, оберкомендантом Петербурга, прогонял шведского генерала Майделя от Петербурга, который в то время строился. Вот интересная подробность. В 1708 году граф Боцес с отрядом в составе 9 бригантин неожиданно напал на финляндский берег, высадил в десант из 500 человек, разорил город Борг. А Борг достаточно приличный большой городок. Собрал контрибуцию с окрасной сел, истребил неприятельский отряд, сжег 15 купеческих судов и возвратился в Петербург. Вот такая вот понятная история была. Ну, в 1710 году участвовал в ледовом походе к Выборгу. А в 1712 году, ну, пожалуй, все вот на Выборге закончено. В 1720-х годах здесь находился дом сенатора Мусина Пушкина. Это Петровский сподвижник, боярин, сенатор, действительно тайный советник. Руководил делами Русской Православной Церкви. В 1708-1710 годах руководил и введением гражданского шрифта. В 1707 году проводил реконструкцию обратных сооружений Москвы. После Полтавской битвы в 1709 году получил чин тайного совета. И в указе от 2 марта 1711 года в списке девятерых первых членов учрежденного сената первый был Мусин Пушкин. То есть это не последний человек. Вот у Мусина Пушкина на этом месте находился дом. В 1763 году потомки Мусина Пушкина продали участок на дворцово-набежины, а продали не фавориту Екатерины, господину Орлову Алексею Григорьевичу Орлову-Чесменскому. Вот, знаменитая личность, русский военный, государственный деятель, подвижник Экитерины II. Вот, младший брат Григорий Григорьевич Орлов был фаворитом Екатерины, владел эту садьбой на Донском поле. Через два года этот участок приобрел купец Папанхопола. Вот, судя по фамилии, это, видимо, Грек был. В 1778 году продал участок вице-канцлера Астерману. После него участком владел генерал-фельдмаршал князь Репнин. В конце XVIII века здесь обитал образ там мейстер, генерал-адъютант и любимый брат Добрей Павла I Кутайсов. Кутайсов – это знаменитая личность, то есть человек, который был допущен к телу. Именно Бродобрей – это серьезный был человек. В начале XIX века владельцем участка с особняком был генерал-интендант Волконский, при котором находящее здесь здание стало настоящим дворцом. За злоупотребление подчиненных при снабжении армии генерал был в стороне на службу. Ну, то есть даже в то время воровали тоже, наверное, прилично. В 1807 году Александр Петр I потребовал уступить дворец со всей обстановкой французскому послу Арману Агюсту Луиде Калинкуру для размещения посольства. Волконский продал, а что ему было делать? Продал этот участок и этот дом за 360 тысяч рублей. Ну, по тем временам огромная сумма. Конечно, француз был очень доволен своей новой резиденцией. Он написал, что император отдал французскому посольству самый красивый дом в Петербурге. Что этот дом – это целый город. Бесспорно, самый красивый дом после дворца великого князя. В 1812 году, конечно, здесь гуляли офицеры-кавалергарды. В 1812 году началась война, и они заключили кавалергарды, имеется в виду, пари на тот, кто первый раз забьет бюст Наполеона. А там был бюст Наполеона, это было французское посольство. Оно находилось около окна посольского кабинета на первом этаже. Ну, ребята баловались, они проезжали на большой скорости, если можно так сказать, на конях и кидали в окно камни. Конечно, ребячество. Ну, в общем, что было, то было. Французское посольство располагалось в особняке Дворцовой Навережи до 1839 года. Вот, даже в период войны оно, естественно, было. После этого участком владела гофинтендантская контора. Особняк был отремонтирован, здесь был размещен запасной дворец для приема гостей императора. С 1841 года в дворцовых флигелях и главном здании размещалась рота дворцового гренадера. В 1862 году участок был выдвинут для строительства дворцов великим князем Александром Владимировым, сыновьям Александра II. Проект дворца великого князя Владимира Александровича был поручен Рязановым. Это был профессор императорской академии художеств. Строительство Владимировского дворца началось в 1867 году. Там были разобраны стены здания, заложили фундамент. 21 сентября состоялась торжественная закладка дворца. Спустя всего один год здание уже было готово. Создание интерьеров, кроме Рязанова, принимали участие помощники Шреттер, Китнер и Гун. Есть там несколько гостиных. Это малиновая гостиная и дубовый зал. В 1883 году в 1883 году в этом дворце состоялся один из самых известных петербургских баллов. О нем писало издание «Всемирная иллюстрация». Но даже после этого бала Мария Павловна опять занялась переустройством дворца. Она пригласила архитектора Мисмахера. Он опять реконструировал парадную лестницу, столовую в русском стиле. Или дубовый зал. Библиотеку изменил облик танцевального зала. Надо отметить, что Мисмахер во дворце создал зимний сад. То есть это достаточно круто для того времени. Но, к сожалению, никакого вознаграждения за свои труды он так и не получил. Вот так вот делал дело и лобуев, хоть и меч. А вот дворец на то время был оборудован передовыми технологиями и удобствами. Это был лифт, водяное отопление, вентиляция подогрева, увлажнение воздуха. В 1884 году во дворце появился телефон. А между уборной Марией Павловной и детскими комнатами была проложена слуховая труба, через которую можно было вести переговоры, но, видимо, и одновременно что-то служить. В 1888 году проведено электричество. В 1889 году на гранитном цоколе было выдвину надпись А.И. Рязана. В 1862-1872 год. Немножко о дворце. Великий князь Владимир Александрович увлекался живописью. Его дворце хранились в картине Випина, Сурикова, Крамского, Васильева, Маковского, Айвазовского и других художников. У него была богатая коллекция вин. Около 16 тысяч бутылок был погреб. И его великий князь Владимир Александрович был президентом Академии художеств, почетным членом Академии наук и Михайловской артиллерийской академии. После смерти Владимира Александровича в 1909 году дворцом стала владеть его жена Мария Павловна, которая, кстати, и возглавила Академию художеств. В 17-м году, когда, как говорится, пришел Гегемон, она уехала в Кисловодск. А в 20-м ей тяжело удалось покинуть Россию. После отъезда из Петербурга во дворце жил ее старший сын Кирилл. В 17-м году здесь располагался комитет по делам военнопленных, Красный Крест. Потом Главное управление Генштаба, потом Союз международных торговых товариществ. В 18-м году, в 1918-м здании, владел театральный отдел Наркомпроса. Потом работало издательство Всемирная литература. Все имущество было вывезено. Часть от данного музея, часть продана иностранцам, а часть, как понимаете, ушла туда, оттуда уже, наверное, не вернешь. Было разворовано. В 1920-м году весь Владимирский дворец заняла преградская комиссия по улучшению быта ученых, которую возглавлял Алексей Максимович Горки. Тоже был небедный человек и очень... Ну, в общем... Вот. С 31-го января дворец стал называться Дом ученых. Здесь даже устроили общежитие на 20 человек. Работала библиотека, баня, амбулатория, прачечная, парикмахерская, клуб. Некоторое время здесь жил Осип Мандельштам. Очень много людей здесь жило. Директор Пулковской обсерватории Белявский, литературовед Алексеев Мадзалевский, академик-востоковец Трубы. Очень много, действительно, много знаменитых ученых здесь жило. Вот примерно все, что я вам хотел рассказать.